Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилась мечта коллекционеров. Набор танков Girls'n'Panzer. Обалденные машины в коллекцию. Может как танки в игре они и не сильно-то хороши. Они ничем не уникальные, у них нет чего-то крутого по ТТХ, они не разрывают рандом. Но как коллекционки это просто супер. И не для того, чтобы их потом перепродавать. Да, каждая из них чего-то стоит в голде, но я не буду заморачиваться над тем, чтобы называть вам цифры. Потому что, поверьте мне, все равно выгодным это однозначно не будет. Ну ладно, окей, хорошо. Давайте посмотрим на примере Тигра Кура Мурамине, чего он стоит в золоте. Если все-таки вы захотите приобрести его за реальные деньги и потом продать за голду. Так вот, если будете продавать, получите всего лишь 1200 золотом. Ну а в отношении ценника на данную машину, давайте будем смотреть, во что разработчики все это дело оценили. Тот же самый Тигр Кура Мурамине стоит 7 баксов. Как вы понимаете, безусловно, покупать данную машину для того, чтобы переводить ее в голду, ну в крайне выгодно. В целом, коллекция танков начисляет 5 машин, и это начиная от 4 уровня в виде всем известного Хедзера, только с прибавочкой СП, и заканчивая 7 в виде ИСа 7 правда. Все, кстати, машины имеют приписку СП в конце, ну и так или иначе имеют нормальное человеческое название в виде ИСа 2 правда, Фаерфлай Сандерс, Тигр Кура Мурамине, ну да, здесь с человеческим именем не сильно получилось, так называемая Анька, она же Панзер 4 Анкнау, ну и, соответственно, наш Хедзер на 4 уровне, тоже с приписочкой СП. Между прочим, не просто, а Камасен, или Камасен, фиг его знает, как правильно произносить, но ладно, суть не в этом. Что вы получаете, покупая каждую из этих машин? Вы получаете себе вот такой вот уникальный аватар, это, ребят, командир экипажа, если вдруг вы не знали, и аватар в каждом танчике свой, в зависимости от того, кто в этом мультсериале был командиром экипажа. Мне, честно говоря, больше всего нравится на ИСе 2, правда, вот эта вот прикольная девчушка по имени Нона. Ладно, что касается покупки по отдельности, я думаю, интересным будет исключительно для тех ребят, у которых какие-то танки в коллекции есть. У меня, в частности, в коллекции есть только три машины, это Хедзер, это Анька и это Тигр, а вот в отношении Фаерфлай и ИСа 2, эти машины для меня всегда были недосягаемы. Дело в том, что данные машины вы никогда не сможете купить за голду, они продаются только за реальные деньги, вы не найдете их на аукционах новогодних или в каких-то штучных предложениях в магазине. Короче говоря, за все время существования данного разряда машин в нашей игре, они на продажу выставлялись исключительно за реальные деньги и происходит это крайне редко. Поэтому, если вы коллекционер, то, поверьте, вам стоит в 7 дней уложиться и все-таки приобрести себе недостающие машины или набор в целом, потому что, когда в следующий раз они появятся на продаже, одному богу и ВГ известно. Если вы покупаете большой набор, то здесь вы получаете дополнительно по 10 штук Х5 и открытое все оборудование здесь уже ничем не отличается от штучных наборов. То есть, по большому счету, единственное, что добавили разработчики в эти наборчики, это вот эти вот иксы. Но, в целом, как я вам говорил, машины не сильно играбельные, они ничем не круче, чем многие проходные тачки, поэтому сказать, что эти иксы там действительно в чем-то помогут, я не могу. В целом, как я уже сказал, это все исключительно для коллекционеров, поэтому, если вы обычный танкист, то я думаю, что вам нет смысла покупать того же самого ИСа за 10 баксов плюс комиссия. Вместо этого вы можете купить себе голды и приобрести какую-нибудь тачку за золото, на которой будете фармить серебро, играть, нагибать, ну, короче говоря, какую-нибудь годную восьмерку, десятку или что-нибудь другое, если любите играть на седьмых или на девятых уровнях. Переходим ко мне на Wargaming Game Center и выкатим одну из тачек из ангара чисто ради интереса. Итак, друзья, зашел к себе на пресс-аккаунт, потому что хочу выкатить из ангара именно ИСа-2, а, к сожалению, ИСа-2 правды у меня в коллекции нет, ровно как и Firefly. Ну, а машины такие, как Тигр, Анька и Хедзер в моей коллекции присутствуют. Да, я на них не играю, выкатываю крайне редко тогда, когда мне необходимо выполнить боевые задачи по типу получить знаки классности на какой-нибудь технике, которая подпадает под средний танк или под японскую технику. И тогда на этих машинах действительно с легкостью эти знаки классности собираю. В отношении танков, все танки я уже снимал, делал на них обзоры, поэтому если вас интересует обзор на конкретную из этих машин, плюс история создания данных машин в нашей игре, переходите по ссылкам, которые я добавил в описании. Каждая ссылка отдельное видео на отдельную машину из этой коллекции. Ну, а я пока расскажу вам про ИСа-2 правду. И правда про правду будет следующее, будем говорить откровенно, ИС, ну, как бы не является тем танком, который действительно нагибает в рандоме. Дело в том, что если сравнивать его с теми же самыми, ну, не знаю, уничтожителем или крушителем, то он даже рядом с ними не стоял. Это очень посредственный танк, и он предназначен не для того, чтобы разрывать рандома, для того, чтобы красоваться в рандоме, ну, и показывая всем, что вы крутой коллекционер-танкист. Не более того. Что я могу сказать про технические характеристики? Честно говоря, очень скучно. 12,8 время перезарядки на седьмом уровне. Это в край долго. Да, есть 400 единиц альфы и 175 единиц пробития. Вполне себе привычный угол склонения рудия вниз минус 6, но при этом всем время сведения целых 5,7 секунды, с учетом того, что два слота оборудования посвящено улучшению данного показателя. И разброс, просто безбожный для такой машины, в 0,404. Это даже не 0,350, что я лично считаю по толковым значениям. Но да бог с ним. Смысл-то правды в том, чтобы на нем красоваться в боях. Что, в принципе, сейчас и попытаемся сделать. Ну что, ребят, погнали. Давайте будем обсуждать. Хотя обсуждать тут по большому счету нечего. Едет машина привычно. Просто обычный ИС, который просто едет. Ничего выдающегося, ничего уникального. В этом вы не увидите. В отношении времени сведения. Просто безбожно долгое. Ну, прям совсем ни о чем. В отношении точности на дальних расстояниях. Орудие косое, как мой сосед на пьянке. И поэтому танк предназначен для игры исключительно на первой линии. Слава богу, обладает приемлемым уровнем бронирования. Ну и, в принципе, достаточным уровнем по живучести. В отношении запаса по прочности, вполне себе бодро. 1484 это вам, ну, не самый нижний, но и, как вы знаете, не самый верхний показатель. Короче говоря, просто ИС. Но, ребят, не просто, а правда СП. И в этом его фишка. И машины эти покупаются не для того, чтобы на них играть. И, как я говорил, нагибать. А просто для того, чтобы он был в коллекции. Просто для того, чтобы вы могли, могли похвастаться перед кем-то наличием какой-то из этих тачек. Ну, а самые крутые могут похвастаться, безусловно, полной коллекцией данных машин. Стоит сказать, что каждый из этих танков имеет неотключаемую национальную озвучку. И когда вы совершаете какое-то действие. То вы слышите, как девочка, либо мальчик с песклявым голоском на японском языке. Хотя, разницы там, честно говоря, вы не услышите. Мальчик это или девочка. Только аватарка вам в этом поможет, если купите себе танчик. Соответственно, будете понимать. Будете, по этому я уничтожил, поэтому ничего не сказали. Будете понимать, что что-то в бою происходит. Ну, а что конкретно этот мальчик или девчонка вам сказали, вы понимать не будете. Ну, и, соответственно, отключить это тоже нельзя. В этом фишка этих машин. И вам придется потихоньку привыкать и заучивать эти фразы, если будете играть часто на машине. Так, сейчас попробуем сделать там пробитие, не пробитие. Короче, сделать что-то в бою для того, чтобы послушать озвучку еще раз. Мне лично озвучка очень нравится. Жаль, жаль. Они не знают просто, как на японском будет ГСН Мозилла. Сейчас. Вот. Вот эти вот как они, они довольно часто звучат. Особенно, когда играешь на скорострельных тачках этой коллекции. Я не знаток японского языка, поэтому, честно говоря, только исходя из того, что понимаю, что в бою произошло, догадываюсь, что конкретно сейчас мне пробормотали. Блин, но сведение это, конечно, в жестяк жестокий. Так, голда. Ай, что с голдой, что без голды? Самое грустное, когда вас уничтожают. Тогда прям такую фразу выдает, которая за душу берет. Ну, давай. Да, вот так вот. Не могу повторить то, что она сказала, но в целом, окей, хорошо запишем. Скорее всего, что танчик уничтожен, и ей безумно, безумно нас жаль. Короче говоря, ребят, повторюсь еще раз. Эти танки не предназначены для того, чтобы их перепродавать, то есть продавать их за голду, покупая за реальные деньги. Это невыгодно однозначно. Эти танки не предназначены для того, чтобы нагибать рандом, разрывать всех и вся в пух и в прах на каждой катке. Эти танки предназначены, наверное, в первую очередь для коллекционирования, ну а для кого-то для элементарного хвостовства. Для того, чтобы показать всем, какой вы крутой, и что вы, в принципе, можете себе позволить данные машины. В отношении танков в целом, можете не задавать мне вопрос по поводу того, кого из них лучше взять. Да никого из них лучше не взять, потому что все они хороши одинаково на своих уровнях, ну или одинаково плохи. Рассчитывайте как хотите. Все зависит от того, что вы хотите получить от игры и, в частности, от приобретения данных машин. Если вы хотите получить играбельные танки, то ни один из этих, ну может быть, Firefly, разве что вам подойдет. Ну или, может, Тигр зайдет, но он очень сильно похож на 131-го, хотя там немножечко отличаются по бронированию. Поэтому сказать, что кто-то из них лучше, кто-то из них хуже, невозможно. Это просто коллекция танков, это просто набор из пяти коллекционок, которые имеют разную стоимость, исключительно номинально, потому что разработчики так решили, ну и решили просто дать разную стоимость на разный уровень танчиков. А так, по большому счету, я бы сказал, что все они имеют тупо одинаковую цену. Ну и в отношении проходных тачек, я бы не сказал, что сильно от кого-то отличаются. Вот такие вот машины. Если вам интересны обзоры на другие танки из этой коллекции, пожалуйста, переходите по ссылочкам, которые я специально для вас добавил в описании. Смотрите на данные тачки, принимайте решение, кто вам больше нравится. Ну и пишите мне в комментариях, кого вы решили купить или решили не покупать вообще никого. Я побежал снимать специально для вас следующее видео. Вам, друзья, я искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok